Пламенный привет Какими функциями на сегодняшний день он обладает Если вас интересует только какой-то конкретный момент из этой информации То можете ткнуть на соответствующую кнопку, которую вы сейчас должны видеть на своем экране А если вы ее не видите, то просто включите на конец аннотации Итак, приступим Раз уж вы смотрите инструкцию в видео, то скорее всего вы смотрите ее на ютубе Поэтому логичнее всего объяснить, как скачивать мультипак с ютуба Итак, вы заходите на видео, в котором описываются моды Ссылку на него вы сейчас видите Нажимаете кнопку развернуть описание И здесь представлено описание модов, которые входят в состав мультипака Их название Ну в общем-то тут просто список тех основных модификаций, которые в нем присутствуют А в самом низу вы можете увидеть ссылки на скачивание Здесь есть как и прямые ссылки на скачивание Так и ссылки на официальные ресурсы Wargaming А также на проверенные сайты, с которых можно скачивать Не опасаясь за здоровье своей системы и компьютера в целом Также в верхней части вы можете найти ссылку на группу ВКонтакте Если вам не лень, вступайте в эту группу Там публикуется много очень интересной и полезной информации После того, как вы скачали мультипак, вы запускаете стартовый файл И перед вами появляется вот такое вот маленькое окошечко с выбором языка Я сделал немного проще, поэтому язык вы выбираете просто нажимая на соответствующий флаг Либо флаг России, соответственно русский язык Либо американский флаг и соответственно язык английский Давайте выберем русский язык Соответственно открывается окно самого мультипака Это приветствие И здесь мы можем видеть, для какого патча этот мультипак предназначен У меня сейчас родилась идея Я наверное еще где-то в этом же районе добавлю еще и версию его порядковую То есть вы сможете уже по версии определять, какие в нем будут изменения В центре у нас располагается стандартное приветствие А в левом нижнем углу у нас есть функциональные кнопки, например, такие как помощь То есть вы попадете в мою тему на официальном форуме Там же и задавайте все вопросы Есть кнопка, ведущая на мой канал на ютубе Если вы еще не подписаны, обязательно нажмите и заходите и подписывайтесь А внизу у нас расположились кнопки, которые управляют музыкой, которая играет на заднем фоне Вы можете сделать ее погромче, потише Или нажать на соответствующую кнопку и выключить ее совсем В общем-то на этом окне это вроде все И переходим на следующее окно, где вы выбираете папку, в которую у вас устанавливана игра World of Tanks Для меня игра еще не вышла, поэтому установщик находит только тестовый клиент Ну мы самостоятельно выберем клиент патча 8.9 и попытаемся установить моды в него Как вы видите у нас ничего не получается, потому что все мы знаем, что для каждой версии клиента соответствует только свой набор модов То есть мода от патча 8.9, 8.10 работать не будет и точно так же и наоборот Установщик не позволит вам ошибиться и запороть собственный клиент игры Вернулся я обратно к тестовому клиенту И также еще хочу обратить внимание, что внизу вы можете добавить ярлыки Соответственно даю вам возможность самостоятельно принять решение удалять старые моды или нет И самое главное, вы можете установить программу, очень рекомендую ее к установке Которая будет следить автоматически, будет следить за обновлениями сборки и выходом новых видео Но об этой программе я расскажу чуть дальше Пока что на этом окне достаточно, я вроде бы все рассказал Поэтому переходим к следующему окну установки Итак, на следующем шаге вам предстоит выбрать те моды, которые вы хотите установить в игру Здесь их достаточно большое количество Весь список не вмещается в окошко, поэтому вы можете прокрутить вниз его и посмотреть По умолчанию отмечены те моды, которые я рекомендую к установке Но у вас может быть свой вкус, свой выбор Поэтому обязательно пролистайте по этому списку Посмотрите, какие моды вы хотите устанавливать, какие нет К сожалению, пока что на данной стадии привычного описания и скриншотов для каждого мода нет Но скоро они появятся Ну а на следующем окне вы можете настроить некоторые визуальные эффекты Например, максимальный обзор сделать в игре То есть отключить дымку Вот этот белый туман, который присутствует на всех картах А также выключить некоторые визуальные эффекты Я рекомендую выключать эффекты от уничтоженного танка и от дыма из выхлопной трубы Мне они не нужны Нажимаем кнопку установить И наблюдаем, как у нас достаточно быстро движется прогресс установки На самом деле в полной модификации у нас может где-то размер установленных модов достигать где-то 600 мегабайт Ну и на последнем окне это завершение установки Также сейчас я вам покажу все те же самые действия, только уже для англоязычного клиента Он отличается только тем, что если вы выбираете английский язык То, соответственно, если бы вы ставили русские моды на английский клиент То часть интерфейса английского клиента у вас стала бы на русском языке Здесь это все продумано И поэтому, когда вы выбираете моды для английского клиента, соответственно, на английском языке То у вас клиент остается на родном английском языке И ничего с ним плохого не происходит То есть моды специально созданные для англоязычного клиента. А теперь переходим к изюминке данного мультипака. Мне очень хотелось сделать как можно более удобный для вас процесс слежения и обновления сборки модов. Поэтому я разработал такую вот программку, которая висит у вас в трее и автоматически следит за выходом новых версий мультипака. К сожалению программа видеозахвата не отобразила как всплывают в правом нижнем углу информационные сообщения о выходе новых видео и сборок. Но вы можете нажать правой кнопкой на нее, зайти вот например в настройки. Здесь у нас все достаточно просто. И стоит галочка уведомлять о новых видео. То есть видео которые выходят на моем канале будут автоматические уведомления проходить. И уведомлять о новой версии сборки модов. Соответственно хотите вы получать уведомления, оставляйте галочку, не хотите, нет. Также здесь присутствует просто огромнейшее количество визуальных скинов для этой программы. То есть то как она будет выглядеть, все эти окна. Вы можете выбрать любой понравившийся вам на ваш выбор, любой стиль оформления и пользоваться им. Ну мне вот например нравится вот такой вот стиль мне больше всего нравится. Им я и в основном и буду пользоваться. Ну в принципе в настройках это все, тут особых настроек-то никаких и нет. Если вы по какой-то причине просмотрели всплывающее уведомление, то вы можете самостоятельно нажать правой кнопкой на значок программы и проверить наличие нового видео или новой версии мультипака. То есть если версии есть, то они становятся активными. Соответственно если есть новое видео, то появляется вот такое вот окошко, вы его можете вызвать. Нажав кнопку смотреть, вы переходите на YouTube для просмотра этого видео. Сейчас вы снова не видите, но здесь всплыло уведомление. Я на него нажимаю и вижу, что вышла новая версия программы. Ну на самом деле версии нет, просто я инициализировал как бы информационное сообщение о выходе новой версии. Здесь мы видим номер этой версии по счету, какая она. Также здесь будет приведен текст тех изменений, которые я внес в сборку модов. То есть вы сразу сможете посмотреть и увидеть, какие же изменения были произведены с этой сборкой. Если по каким-то причинам для вас эти изменения не критичны, то есть они вам не нужны, вы нажимаете кнопку «Эту версию я не хочу» и программа до выхода новой версии мультипака вас больше беспокоить не будет. Если же вы захотите обновиться, то вы нажимаете «Скачать» и переходите на страницу, где сможете скачать самую последнюю версию сборки модов. Ну давайте я вам сейчас для примера нажму на кнопку «Эту версию я не хочу» и после этого программа будет считать, что у меня стоит самая последняя версия. То есть видите, я нажимаю правой кнопкой и у меня проверяю обновления и у меня и сборка модов, то есть нет сообщения о выходе новой сборки модов. Ну и соответственно видео я уже только что посмотрел и новых видео не вышло. То есть эти параметры программы становятся неактивными. Вот такая вот удобная программа. Надеюсь вы по достоинству оцените те усилия, которые были вложены при создании этих программ и все это было создано только с единственной целью, чтобы вам было удобно. Надеюсь вы это оцените лайком и подпиской. А я с вами не прощаюсь и до скорых встреч. До встречи.